Добрый вечер! Добрый вечер! Представьтесь, пожалуйста, нашим радиослушателям и зрителям канала Фонда Сварок. Ректор Санкт-Петербургского государственного аграрного университета Ефимов Виктор Алексеевич. Виктор Алексеевич, сегодня проводится в стенах аграрного университета такое знаменательное событие. Что это за праздник, так можно сказать? Назвали мы его царскосельская вечерина, но смысл праздника это обратиться к истокам всех древнерусских традиций. И в мыслях, и в одежде, и в делах, и в поступках, и в способах общения между людьми. Традиционно проходит этот праздник уже в восьмой раз. Приезжают люди из всех уголков нашей страны, из зарубежья нашего. И надо сказать, что, по-моему, каждый получает очень серьезный заряд такой энергии. Почему такая необходимость в этом празднике? Зачем нужно вот это шоу-не-шоу, сборище-не-сборище, вечерина-не-вечерина? Вот все-таки шоу сейчас огромное количество. Для чего именно в однородных костюмах проводить, петь народные песни? Ну, поведем, вот в том-то и проблема, что это в большей степени шоу не для души, а для денег. Чаще всего так бывает. Вот здесь то мероприятие, где не деньги главное, а именно душа. В этом разница, наверное, основная. Потому что, к великому сожалению, человечество, если посмотреть на тенденции, оно все-таки движется не к добру и к божьему промыслу, а скорее в противоположном направлении. И душа русская, на мой взгляд, она особенно тоскует по истинно душевным мероприятиям, которые не связаны ни с каким бизнесом, ни с какими деньгами, а связаны только с человеком, с душой, с его настроением. Не является ли это, на ваш взгляд, выходом из той ситуации, которая неблагоприятная в нашей стране присутствует, ну и за рубежами нашей страны? То есть, вот цивилизация самое уничтожение, которое сейчас есть. Вы знаете, в октябре месяце журнал «Наука и жизнь» опубликовал статью «За пределами роста». Ну, там достаточно убедительно, на очень серьезной научной основе показаны исследования последних 30 лет, из которых следует, что человечество движется к безусловному коллапсу, если оно не изменит целеполагание, направление своего движения. Потому что, если мы мыслим развитие как материально-техническое развитие, как развитие металла, технологий, то на ограниченном земном шаре оно, конечно, небеспредельно. А вот если говорить о развитии человека, о развитии его души, то это не требует никаких материальных затрат, и этот процесс, конечно же, безграничен. Значит, получается, что царско-сельская вечерина, которая уже проводится, восьмой год, это не просто дань моде, это все-таки намек всем здравоохранительным людям о том, что, друзья мои, пора проснуться. Наверное, с этого надо начать, да? Да, я думаю, что царско-сельская вечерина – это, если угодно, символ пробуждения русской цивилизации. Потому что мы начинали с таких относительно небольших встреч. Сегодня просто уже столько приезжает народу, что площадка уже мала. И это говорит о том, что действительно народ пробуждается и пробуждается на древних русских традициях. Мы долго, как бы, так сказать, готовили такие трансформации, такие переходы, потому что этот переход должен проходить на базе уже подготовленной почвы. Потому что у нас, вот как сейчас с самолетом, так и в жизни часто бывает. Раз что-то не так, быстро, раз сделали по-другому, а народ еще не был подготовлен. Вот сейчас, мне кажется, прошла такая очень серьезная информационная подготовка к переходу на новую концепцию развития нашей государственности, да и человечества в целом. А царско-сельская вечерина, как масса других таких мероприятий – это уже практические шаги по переходу на новую концепцию. Потом необходимо отметить, что это проводится не абы где, а именно в аграрном университете. То есть это аграрий, это основа жизни человека? Да, безусловно. Мы говорим, что и проблемы всей человечества связаны прежде всего с неправильным отношением к земле-матушке. Вот когда мы поймем, что земля-матушка и что нужно беречь землю, Запад ведь сегодня уже вводит такое понятие, как коэффициент дебетонизации. То есть нельзя землю закатывать в бетон и в асфальт. Земля дана человеку от Бога, и ее можно получить только один раз. А после того, как ты ее закатал в асфальт, уже восстановить Божью землю уже не получится. Она уже другая, израненная. И еще необходимо отметить, что эта вечерина проводится не просто в стенах университета, а на месте, где жил один из наших величайших пророков. И когда мы связываем древнюю ведическую нашу основу с тем, что говорил, доносил один из нас Пушкин, и с современностью нашей, мы можем получить некий посыл, как нам жить дальше. Да, мне кажется, сегодня самое главное – это сплести воедино все лучшие тенденции, которые отмечались за время развития нашей цивилизации. Потому что каждый из периодов, каждый из этапов несет какую-то свою искру Божью, несет какую-то свою особую, абсолютно незаменимую частичку. Вот сегодня сохранить все это и создать единую мозаику русской цивилизации, которая бы подсвечивалась светом наших предков – это и есть задача первостепенной важности. В заключении нашего интервью мы всегда просим того, кто говорит, есть такая у нас традиция, сказать что-то доброе, светлое тем, кто будет слушать на Народнославянском радио это, и смотреть канал ведического фонда «Сварок». Что можно нашим слушателям и зрителям сказать из себя доброго? Ну, вы знаете, мне, конечно, хотелось бы, чтобы ваши зрители, а это люди добрые, чтобы они добро получали из внешнего мира, чтобы они были счастливы по-своему. И я закончу все-таки наш диалог, может быть, тоже на такой лирической ноте. И Пушкин очень почитал Державина. Так вот, то счастье, о котором говорил Державин, оно является истинным. И мне именно об этом хотелось бы сказать вашим слушателям и зрителям. Державин сказал об этом так. «Мое желание предаться Всевышнего во всем судьбе, за счастьем в свете не гоняться, искать его в самом себе. Меня здоровье, совесть право, достаток нужный, добра слава творят счастливее царей». Вот хотелось бы, чтобы ваши слушатели и зрители были счастливы по-царски. Благодарю вас. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»